На Новый год ёлок много не бывает. И печенек тоже. И сегодня я расскажу вам, как это сделать. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Нам просто нужно испечь их печенье и склеить их вместе в пирамидку ёлочкой. Для теста нам с вами потребуется 100 грамм масла, 100 грамм сахара, 1 яйцо, 300 грамм муки, чайная ложка разрыхлителя и всякие специи для придания аромата нашему печенью. Например, можно взять имбирь, корицу, гвоздику. А для цвета я добавляю какао. Чтобы это было больше похоже на американский такой пряник, потому что они в своих рецептах добавляют какую-то кудру для пряников. Я её, к сожалению, не нашла. Но это не беда, потому что все наши специи смогут нам прекрасно это заменить. Если у вас нет таких вырубок для печенья, это не значит, что вы не сможете его сделать, потому что это не для вас. Я отсканировала вот эти вот формочки. И файл вы можете найти по ссылке под видео, распечатать, вырезать их и по ним вырезать тесто. Масло должно быть не сразу из холодильника, потому что иначе вам будет очень сложно его разминать. Прежде чем приступить к приготовлению теста, оставьте его при комнатной температуре. Можете заранее разрезать на кубики. Когда оно размягчает, мы смешиваем его с сахаром. Тщательно перемешиваем. И уже сейчас можно будет поставить духовку на 180 градусов, чтобы к печенью вы поставили в уже хорошо разогретую духовку. В наше тесто мы добавляем яйцо. И муку. Так как муки у вас много, не добавляйте ее сразу. Во-первых, ее очень важно просеивать, потому что тогда она обойкащается кислородом и говорят, что это что-то дает. На самом деле не знаю, но все равно всегда просеиваю. Добавили чуть-чуть муки, перемешайте, потом еще чуть-чуть муки, потому что так как ее много, у вас тесто станет очень сухим. И если вы мешаете его с помощью миксера, то он может не справиться. Поэтому лучше положите комочек на стол и мешайте вручную, постепенно вмешивая, вдавливая в ваше тесто всю оставшуюся муку. И со временем оно перестанет у вас крошиться, потому что масло растает и все будет хорошо, не переживайте. У меня все получается, я пеку это не первый раз, и у вас обязательно получится. Когда тесто вымесено, мы начинаем его раскатывать и вырезать звездочек. Советую раскатывать тесто сразу на бумаге для выпечки, потому что таким образом вы сможете избежать муторного перекладывания ваших вырезанных, аккуратненьких кусочков на противень, потому что они тогда растягивают, то есть утеряют форму, и чтобы этого избежать, сразу вырезаем бумагу, раскатываем на ней тесто и на расстоянии минимум сантиметра друг от друга вырезаем фигурки. Выпекать печенье нужно примерно 6-8 минут, смотрите, чтобы оно у вас не подгорело. Если по краям начнет пригорать, доставайте, оно готово. Далее для айсинга, для декора мы взбиваем белки, постепенно добавляем туда сахарную пудру. Я добавляю еще зеленый краситель, можно использовать порошковый, можно использовать гель краситель, это не играет роли. Можно не использовать краситель вообще, тогда у вас елка просто будет как будто заснеженная, это тоже будет красиво смотреться. И с помощью шприца, я использую его с обычной насадкой, белковой массой, мы склеиваем между собой наши звездочки, чтобы получилась елочка. И вот таким вот зигзагообразным образом мы начинаем украшать наши веточки у елки. И пока эта масса не застыла, сверху можно украсить всеми нашими сладостями, которые мы приготовили. Мишки, мандеус, дайте волю вашей фантазии. Можно просто посыпать всякими посыпочками, можно вообще оставить как есть. Вот, собственно, и все. В этом нет ничего сложного, просто это займет некоторое время. Но зато вся ваша квартира наполнится ароматом рождественского печенья, и вы создадите настоящую красоту. Всех с наступающим! Увидимся в следующем году! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...